Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – профилактика уличного и бытового травматизма. Уличные и бытовые травмы – это несчастные случаи, которые происходят в домашней обстановке, во дворе, на даче или просто на улице. Падение – это распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм головы. Реже травмы происходят во время бытовых конфликтов, чаще из-за алкогольного опьянения, особенно в праздничные и выходные дни. Бытовые травмы у мужчин происходят в 3-4 раза чаще, чем у женщин, причем у лиц возраста от 18 до 25 лет чаще, чем у тех, кто находится в возрасте между 45 и 50. В последние годы стали выделять травмы, полученные в результате насилия и жестокого обращения. О таких случаях, в соответствии с действующим законодательством, медицинские работники обязаны сообщать в правоохранительные органы, как же не допустить травмирования и что делать, если несчастный случай произошел. Об этом узнаем буквально через минуту. Повреждениями или травмой называют последствия воздействия на человека внешнего фактора, который нарушает строение, целостность тканей и нормальное течение физиологических процессов. Частая причина таких случаев – выполнение домашней работы, уборка и ремонт помещений, приготовление пищи. В последнее время все чаще стали отмечаться травмы, полученные на даче, на приусадебном участке. Наиболее часто повреждается кисть. Около четверти бытовых травм возникает при падении во дворе или квартире. В холодное время года особую озабоченность вызывает гололедная травма. Итак, тема сегодняшнего выпуска – профилактика уличного и бытового травматизма. А в студии у нас врач-травматолог, заведующий травматологическим пунктом Центральной городской клинической больницы, Михаил Константинович Шибанов. Здравствуйте, Михаил Константинович. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Итак, уличные и бытовые травмы. Скажите, пожалуйста, какой процент они составляют в масштабах всех травм, с которыми вы имеете дело? Ну, среди общей заболеваемости, скажу, что вообще, в принципе, травматизм около 12% занимает. Это если, чтобы понятнее было, из 100 обратившихся пациентов в какое-то медицинское учреждение, 12 обратились с травмами. При этом из этих 12 треть пострадали в быту. То есть 30%. Ну, вот сегодня мы не будем говорить о производственных травмах. Это, наверное, тема отдельной передачи. А вот будем говорить о том, как вот травмы происходят действительно в быту, дома, на улице, на даче, где угодно. Даже может произойти в театре. Вот я не так давно, 5 января, сломала руку в нашем областном театре драмы. Вот зацепилась за ступеньку, упала и услышала треск. И вот не так давно вышла с больничного листа. Спасибо вашим сотрудникам и вам лично за то, что вы помогли мне выздороветь. И рука в целости и сохранности. Но бывают травмы и более серьезные, когда ломаются конечности нижние. И вы мне об этом говорили, что люди, которые ломают руки, находятся даже в более привилегированном положении. А вот если ломается нога, то гораздо тяжелее человеку справляться в быту. Да, то есть теряется способность передвигаться. И к этим пациентам у нас особое внимание. Несмотря на то, что у нас двухэтажное здание травматологического пункта в Новгороде, мы стараемся пациентов с травмами нижних конечностей принимать на первом этаже. Потому что даже подъем по лестнице на один этаж для них бывает сложный. Безусловно, да. Вы знаете, когда меня привезли к вам в травмпункт, я была удивлена. До этого я всегда слышала, что в травмпункте очень большие очереди. Сидеть нужно часами. И это ожидание очень утомительное. Тем более человек, который травмировался, ему хочется быстрее получить медицинскую помощь. Я не знаю, это случайность или какая-то была уже закономерность. Но когда мы приехали в травмпункт, не было ни одного человека. Это было 5 января, 9 часов вечера. Травмпункт работает у нас круглые сутки, 7 дней в неделю. Поэтому такого, чтобы, как говорится, были закрыты двери, и вы посетили нас в какой-то обеденный перерыв, быть не могло. Просто это был какой-то определенный спад в течение суток. Такое бывает? Ну, бывает, конечно же. И бывает обратная тоже ситуация, когда, наоборот, обращается слишком много пациентов. И тогда действительно формируются очереди. Но вот благодаря поддержке моего коллектива удалось нам последние 2 месяца, с начала этого года, мощность травмпункта, развернуть приемы пациентов, развернуть на полный 100%. Работают одновременно 3 кабинета утром, 3 кабинета вечером. Ну и дежурный экстренный кабинет остается в ночь. Благодаря этому очередей в кабинет к доктору практически не бывает. Ну, за исключением случаев, когда там у нас застиг гололед, например. Хотя определенные трудности все-таки еще остались технические. Но я думаю, что мы их решим в ближайшее время. Если говорить о профилактике уличного и бытового травматизма, то о чем бы вы предупредили наших телезрителей? Вот как нужно себя вести для того, чтобы предотвратить травму? Ну, например, на улице. Во-первых, надо все-таки поменять, мне кажется, отношение немножко к травме. Практически все пациенты, которые обращаются к доктору с травмой, воспринимают ее как несчастный случай. Мы не можем прогнозировать несчастный случай и не можем проводить профилактику несчастных случаев. Но на самом деле это не так. И опытные доктора, травматологи, когда собирают анамнез, спрашивают, как получил человек травму, уже видят цепь событий, которые привели к этой травме. И которые, по мнению доктора, и должны были просигнализировать пациенту. Но пациент, не будучи в этом деле профессионалом, проигнорировал и в результате упал, повредился. Я прошу прощения, что перебиваю. Мы, возможно, продолжим разговор об этом. У нас сейчас есть телефонный звонок. Послушаем. Потом продолжим о профилактике. Мы слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, вот такая ситуация. Больной 90 лет. И у нее бытовая травма, перелом бедра со смещением. Она успешно пролечилась. Сейчас уже прошло два месяца после больницы. Она находится дома, выполняет все указания доктора, то есть делает различные виды гимнастики. У нее, правда, она пробует согнуть ногу в колени, но не получается. Вот какие бы гимнастические упражнения Вы бы порекомендовали необходимы и нужен ли массаж? То есть, что мы домашние можем сделать в данной ситуации, как помочь? Уход за лежачими пациентами и родственниками – это тяжкая ноша, которая на плечи, да, обычных детей или внуков ложится. И я всегда об этом говорю, с этого начинаю рекомендации. Вот, поэтому это нужно прекрасно понимать. Просто не будет. И всегда разделяю рекомендации на две группы. Первая – это то, что нужно делать обязательно, то, что необходимо для спасения жизни лежачего пациента. И об этом, очевидно, доктор говорил Марине, да, что нужно делать. Это и профилактика тромбоэмболии, значит, и профилактика пневмонии, ну и так далее. И вторая группа – это то, что желательно делать силами родственников. Это как раз и под эту группу и попадают и гимнастика, и массаж, и, скажем так, вертикализация, то есть возможность пациенту сидеть обеспечить, да, чтобы избежать осложнений каких-то. Да, массаж делать можно, вот, но нужно все-таки особое внимание уделить вот этим рекомендациям, которые спасают жизнь пациентам, да, вот. Если вы уверены, что делаете все правильно, бинтуйте ноги, они получают препараты, которые препятствуют тромбообразованию, тогда массаж не противопоказан. Понятно? Сгибание в коленном суставе, я не совсем понял, что за перелом, перелом бедра, да, то есть он разный бывает. В некоторых случаях, если это низкий перелом бедра рядом с коленом суставом, противопоказано сгибание. Если это перелом шейки бедра, допустим, да, или вертельной зоны, то есть это вверху сломанное бедро, тогда сгибание в коленном суставе не противопоказано и, наоборот, улучшают состояние тканей, конечностей и способствуют наиболее быстрому восстановлению. Что можно было бы посоветовать тогда Марине? Задать эти вопросы лечащему врачу? Безусловно, да, держать связь с лечащим врачом, еще разочек обговорить все рекомендации, которые можно и нужно выполнять дома. Следующий вопрос пришел от Максима, ему 32 года. Кстати, уважаемый телезритель, наш телефон к вашим услугам, его номер 67 97 67, и если у вас есть вопрос, пожалуйста, звоните. А вопрос Максима следующий. Подскажите, как быть? У меня перелом правой лодыжки без смещения, пишет Максим, закрытый. Гипс наложили 20 февраля. Могу ли я снять гипс в ближайшее время и пробовать ходить, но без сильных нагрузок на ногу? Как долго лечится гипсом перелом лодыжки? Перелом лодыжки бывает разный. 20 февраля это получается 3 недели. Это минимальные сроки иммобилизации гипсом при самых-самых простых и неосложненных переломах. Конечно же, мы, как и пациент, хочет избавиться скорее от гипса, и доктор тоже хочет быстрее его снять, чтобы начать разрабатывать поврежденную конечность. Это важно. Ранняя реабилитация во многом позволяет ожидать хороших результатов. Но самостоятельно, конечно, это делать нельзя. Этому должно предшествовать обязательно рентгенография контрольная и осмотр врача. Если в вашем случае имеет место быть тот самый неосложненный и простой перелом наружной лодыжки без смещения, то тогда можно говорить о том, что 3 недели – достаточный срок для иммобилизации. То есть пока не спешить, да? Самому не снимать. Самому не снимать ни в коем случае. Да, сделать контрольный снимок и поговорить с доктором. Вы знаете, возвращаясь к моей ситуации, когда меня гипсовали, мои близкие, которые меня привезли в травмпункты и сопровождали, ну, суфлировали, попроси там пластмассовую лангету для того, чтобы можно было ее снимать и надевать и так далее. Но ваши коллеги, которые в тот момент находили в травмпункте, сказали, что это лишнее, что лучше гипсовой лангеты, нет ничего. И наложили мне обыкновенный гипс. Вот что вы скажете? Чем плоха космассовая лангета? Или, может быть, в данном случае она была? Нет, они не плохие. Это новые способы иммобилизации. Достаточно удобные, красивые, позволяют более комфортно переносить вот эти вот все тяжести и невзгоды ношения, скажем, гипса. Дело в том, что в некоторых случаях, когда недлительная иммобилизация нужна, мы точно знаем, что будет при использовании гипса. Как пациенту ухаживать за новыми фиксирующими устройствами, кто за них будет отвечать, кто будет их корректировать и так далее, сложно сказать. Отправлять, допустим, пациента такого своему коллеге какому-то не всегда хочется, потому что, опять же, гипс универсален. Любой доктор знает, как с ним быть. Иногда бывают случаи, что снять гипсовую лангету не хватает банальных инструментов. То есть для удаления такой иммобилизации нужны специальные инструменты. И, в общем-то, чтобы избежать таких сложностей в тех случаях, когда действительно длительной иммобилизации не нужно, мы советуем все-таки, как говорится, по старинке использовать гипсовую иммобилизацию. Ну, в общем-то, я так понимаю, что для надежности мне все-таки посоветовали гипс. Кто знает, как бы я пользовалась вот этим пластмассовым съемным? Гипс мы всегда можем поменять. Подкорректировать, сделать другой. И при большом объеме пациентов это делается легко и быстро. Уход за фиксаторами, которые пластиковые с памятью формы, более длительный, требует особого внимания. А так, по большому счету, ничего в них плохого нет. Они абсолютно не противопоказаны, их можно использовать. Понятно. Следующий вопрос от Вероники, ей 38 лет. И она пишет, что 8 марта днем поскользнулась на улицу, упала, ударилась головой. Боль ближе к вечеру прошла. 9 марта утром появилась боль в шее. Когда встаю, пишет Вероника, или ложусь, боль сильная. Когда поворачиваюсь, боль тоже есть, но слабее. До сих пор боль сильная, когда ложусь или встаю. И как будто есть слабое головокружение. Тошноты нет. К врачу не обращалась. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться с такой проблемой? Конечно же, обратиться в травматологический пункт. Несмотря на то, что это было уже 8 марта, да? Время прошло такое. Достаточно длительное. Не так уж и давно это было, на самом деле. 8 марта еще совсем-совсем недавно было. Поэтому, конечно же, обратиться нужно и сделать обследование. И после этого уже тогда выслушать рекомендации доктора непосредственно для Вероники. Потому что если я сейчас начну лечить и давать рекомендации, у нас есть принцип такой у врачей, не лечить по телефону. Поэтому я, конечно же, по рассказу понимаю, что, скорее всего, там все в порядке. Что все пройдет. Но сейчас пообещать это я не могу. А вот после рентгенографии можно будет уже предметно говорить о конкретной этой травме. То есть все-таки нужно прийти к врачу, обследоваться, и дальше будет все видно. Да, то есть начинать нужно обязательно с этого. Все-таки мнение врача, оно самое авторитетное, и оно не должно быть, как говорится, таким вот, как бы с улицы. То есть обязательно доктор должен вас осмотреть, обследовать, и на основании этого тогда он сможет отдельные рекомендации. Ну да, Веронику можно понять. Мы часто падаем, но упал, подумаешь. Не всегда обращаюсь. А потом на следующий день вроде бы ничего серьезного. А на следующий день, либо через день, начинает человек что-то ощущать. И тут вот возникает вопрос, а может быть, сразу надо было в травмпункт, или как-то повнимательнее отнестись к этому поведению? Советую все-таки с травмами шеи и области шеи, да, не затягиваться этим, и обращаться к доктору как можно скорее. Потому что травмы шеи для доктора – это всегда большой-большой знак восклицательный, да, то есть как бы и не нужно пренебрегать этим. У нас новый звонок в прямой эфир, мы слушаем вас. Добрый день, извините, пожалуйста. Хотелось бы узнать, лет 15 назад у меня был перелом голеностопного сустава. Боли вот сейчас почему-то именно в этом суставе года два возобновились, и с каждым сезоном, как говорится, все больше и больше болит. Что делать? Спасибо. Перелом, да, сказали? Да, 15 лет назад. 15 лет назад. Ну, к сожалению, травма такая, как перелом, без последствий практически никогда не проходит. Наша задача – минимизировать их, да, устраняя смещение, делая операции остеосинтеза, да, костей. Мы стараемся, чтобы последствия этой травмы были минимальны, но они все-таки остаются. Периодически пациенты жалуются на боль в суставах при изменении погоды, при длительной нагрузке, вот. И это закономерно, такое может быть. Это может свидетельствовать о развитии посттравматического, деформирующего артроза сустава, вот, который именно так себя и ведет. Периодически рецидивирует и дает о себе знать в виде боли и отеков. А бывает так, что вот место перелома реагирует на погоду, на смену погоды? Ну, наверное, конечно, да. Пациенты об этом часто говорят. Вот, я не знаю, как это работает, не знаю, как погода действует на суставы, вот. Но часто жалуются, что к изменению погоды бывает, что да. Если вот нашу телезрительницу беспокоят, то, что со временем это учащается, что делать, к какому врачу нужно обратиться? Ортопед. К ортопеду. Да, то есть это уже не свежая травма, и доктор ортопед – это тот человек, который поможет вам подобрать лечение при обострении этих болей, да, и сделает вам прогноз на будущее, чего ждать. Может быть, принять какие-то витамины, может быть, какие-то лекарства, да, пропишут, или процедура. Да, как бы комплекс лечения, в данном случае, если мы говорим про посттравматический артрус, он может быть, да, и таблетки, и уколы, и специальные физические какие-то упражнения, физкультура, вот, и местное лечение, которое так любят у нас очень наши пациенты, вот, поэтому, да, полный комплекс. Хорошо, следующий вопрос от Александры, ей 45 лет, она пишет, что месяц назад упала, произошел перелом правой лучевой кости со смещением, руку вправили, наложили гипс, сделали снимок, смещение осталось. Врач сказал, что переделывать не будут, так как в дальнейшем это никак не будет мешать. Вопрос, скажите, доктор, верно ли, что такое смещение не будет мешать дальнейшей функциональности руки? Ну, врач сказал, что никак не будет мешать, ну, чтобы вот такие слова сказать, да, травматолог, хирург учится 7 лет, а потом еще несколько лет набирается опыта и смелости, чтобы вот такие прогнозы делать, поэтому стоит к этому отнестись серьезно. Если доктор сказал, что не будет мешать, да, то, скорее всего, так и будет. Объясню, почему. Потому что с опытом, ну, вот меня учили мои старшие коллеги, а я сейчас пытаюсь учить своих, скажем так, студентов, которые у нас работают в травмпункте, да, лечить нужно не картинку, как у нас говорят, не рентгенографический снимок, да, вот, не клинический случай, а восстанавливать функцию. И зачастую излишнее интенсивное лечение, да, будь то оперативное лечение или дополнительные репозиции удлиняют сроки лечения, увеличивают шанс осложнений. Вот. И, как правило, мы делаем медвежью услугу. Вроде как на рентгене стало все красиво, да, но длительная иммобилизация, повторная операция или репозиция, да, в итоге приводит к тому, что конечность поврежденная позже начинает разрабатываться и хуже начинает разрабатываться, да. И есть такое понятие допустимое смещение отломков. Вот. Это официальное понятие, вот, это не придумал ни я, ни кто-то из наших докторов, да. Когда мы видим, что случай именно такой, что допустимое смещение отломков, да, мы рекомендуем консервативное лечение, вот, значит, прогнозируя, что функция будет хорошей, да, или как, ну, как минимум пострадает незначительно. Я думаю, что это как раз тот случай. То есть доктору в этом случае можно доверять, раз он так сказал, что, скорее всего, так оно и есть. У нас остается буквально три минуты, вот, мне хотелось бы, чтобы вот минутку вы все-таки еще раз вот посвятили профилактике, да. Вот как особенно пожилым людям, которые склонны к падениям, вести себя вот в это весеннее время, пока еще не сошел снег и пока еще, так сказать, темнеет рано. Да, то, о чем мы и хотели поговорить, профилактика. Да. Конечно же. В первую очередь планируйте то, что вы будете делать. Если есть риск получить травму или чувство, а каждый человек знает, когда это, да, либо мы куда-то бежим, либо мы куда-то торопимся, либо мы что-то варим на плите, либо мы работаем с электроинструментом, неважно, да, то есть может быть травма в этот момент, спланируйте это и сделайте это правильно, так, как положено. Не спешите. Десятикратный запас прочности, безопасности убережет вас от травмы и подарит вам в ближайшее время возможность жить и радоваться дальше, вот. В противном случае придете ко мне и будете два месяца ходить с гипсом, вот. А что касается возрастного состава наших пациентов, больше доверяйте дел своим родственникам, детям и внукам. Не берегите их, не пытайтесь казаться слабыми и ненужными, это очень важно, вот. Пускай они принесут вам из магазина продукты, пускай они сходят на почту, вот. Крутят лампочку. Для них это будет лишний раз возможность подтвердить свою любовь к вам, вот. А для вас это будет безопасность, особенно в зимний период. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нашли время при своей занятости прийти к нам в эфир и предупредить наших телезрителей о тех, так сказать, правилах, которые нужно соблюдать для безопасности, для того, чтобы не травмироваться ни на улице, ни дома. Мы сейчас повторим пройденное, подведем итог, сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, чему будет посвящен следующий выпуск программы «Скажите, доктор». Чтобы избежать травматизма, нужно быть предельно осторожным. На улице важно внимательно смотреть под ноги, ступать нешироко, шагать медленно, наступать на всю подошву, а не на носок, страницы неочищенных улиц и обходить скользкие места. Ходить там, где тротуары посыпаны песком, выбирать обувь с рифленой подошвой. Главные признаки перелома или вывиха – резкая боль, нарастающий отек, укорочение поврежденной конечности и невозможность ею нормально двигать. Пострадавший во что бы то ни стало должен привлечь внимание прохожих, попросить помощи, вызвать скорую помощь или добраться до ближайшего травмпункта. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор, новые наркотики, новые вызовы». К нам в студию придет врач-психиатр-нарколог, заведующий отделением неотложной наркологической помощи Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис» Вадим Владимирович Клеменков. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее. На сайте интернет-издания «53 новости» и в группе «Скажите, доктор, ВКонтакте». А на сегодня все. Всего вам доброго и будьте здоровы!